Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас в очередном информационном блоке от Славянской Церкви 27 дня здесь, в городе Сакраменто. Несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эту субботу у нас будет особенное служение, так как у нас будет обряд вечерей Господней, поэтому приглашаю всех вас не пропустить это служение. Это большое преимущество обновить наш совет с Господом. Пусть Бог благословит каждого из вас и до встречи. Как всегда, в четверг, перед этой субботой, будет возможность взять символы для тех, кто не сможет быть вместе с нами в субботу тут на богослужении в молитвенном доме. Поэтому, если у вас есть нужда в этих символах, пожалуйста, приходите с 10 до 5, у вас будет возможность их забрать. У нас проходит детская библейская программа. Я очень благодарен Богу за то, что у нас есть эта возможность нести Евангелие детям и их родителям. Вчера даже был у меня такой опыт, после очередной группы подходит ко мне мама и спрашивает, а как можно ходить к вам на богослужение? Мы чуть-чуть пообщались, я пригласил ее на наше служение, которое проходит каждую субботу, и понял, как важно, чтобы такие программы, как это, мы могли проводить в нашей церкви чаще и чаще. Поэтому, пожалуйста, молитесь за детей, молитесь за их родителей, чтобы и это миссионерское служение было благословением для многих людей. Еще раз благодарен всей команде, руководителям, которые организовывают это мероприятие. Слава Богу за то, что он дарует еще возможность проповедовать Евангелие людям, которые нас окружают. В это воскресенье, 23 июня, мы уже об этом говорили, Владимир Рязак приглашает всех, кто имеет желание спуститься на American River, или по American River на надувных лодках. Информация, как всегда, есть в описании к этому видео, вы найдете линк, где будет чуть больше информации о том, когда, как, какое место, и что именно нужно с собой взять. Так что, друзья, приглашаем вас провести этот выходной на реке. Заканчивается регистрация на семейный кемпинг нашей церкви. Напомню, даты проведения этого кемпинга это 27 и 30 июня. У вас осталось несколько дней, то есть до конца этой недели, до субботы вечера, время для того, чтобы зарегистрироваться. Внизу под этим видео будет линк, опять-таки, перейдя по которому, вы сможете попасть на страницу регистрации. Сделайте это как можно раньше, чтобы мы могли знать, насколько, где мы должны рассчитывать, чтобы купить все необходимое для этого мероприятие. Напомню, вас ждет очень интересная программа, много интересных, веселых заданий, приятное общение, возможность познакомиться с новыми людьми, завести друзей, а также духовно обновиться, насытиться, потому что спикерами в этот раз у нас будет Руслан Друми вместе с его супругой и семьей. Так что, друзья, ждем вас на этой встрече, не пропустите эту возможность быть на этом кемпинге вместе с нами. Хочу также сказать, что 21 июля, об этом мы тоже уже говорили, семейные и диаконские отделы приглашают вас на рафтинг по Станислаусу Рива. Опять-таки, под этим видео вы найдете ссылочку, перейдя по которой вы попадете на сайт этой организации, которая занимается рафтингом. Когда вы будете там регистрироваться или, по сути, покупать билеты, то выберите 11 часов утра, потому что мы планируем именно в это время где-то спускаться по реке. Тоже чудесная природа, прекрасная возможность, приятно провести время. Так что воспользуйтесь этой возможностью. Хочу напомнить, чтобы вы подписывались на наш Телеграм-канал, потому что это еще один источник, который мы используем для того, чтобы передавать информацию нашим братьям, сестрам. Также это место или площадка, где мы можем поднимать разные вопросы, обсуждать разные темы. Она закрыта, я повторюсь, она только для членов нашей общины, потому что нам надо иметь такое место, где наша семья только будет общаться. Поэтому, друзья, члены Славянской Церкви, прошу вас, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, перейдя по ссылке, которая опять-таки в описании к этому видео, вы можете подать запрос для того, чтобы вас приняли в эту группу. Нам будет очень приятно видеть вас там. Хочу еще напомнить о том, что я вновь ищу гостей на программу «Молитва, передвигающая горы». Очень хотелось бы, чтобы этот проект двигался дальше, и хочу сказать, что это ваша возможность, дорогие друзья, для того, чтобы проставить нашего Небесного Отца. Поверьте, Он достойный того. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните мне, если вы хотите принять участие в этой программе. Последнее объявление. С Саветом Церкви мы решили провести очередной опрос нашей общины. Мы хотели бы узнать, как вы видите развитие служения нашей общины, как вы себя чувствуете в нашей общине, на что надо обратить внимание, какие темы проповедей вы хотели бы увидеть, оценить чуть-чуть разные направления развития служения нашей Церкви. Поэтому, друзья, сейчас вы видите QR-код, и внизу под этим видео тоже будет линк для того, чтобы пройти анкетирование. Там всего несколько вопросов. Анкетирование анонимное, так что вы можете свободно писать то, что думаете по поводу нашего служения. И для нас это очень и очень важно, чтобы мы могли качественно развивать служение Церкви нашей тут, на этой территории. Поэтому, пожалуйста, сделайте это как можно раньше. Мы рассчитываем, что сегодня, завтра, суббота, это то время, когда люди смогут пройти это анкетирование. Поэтому не откладывайте, сделайте это прямо сейчас. Будем очень вам благодарны за вашу участие. Переходя к молитвенному блоку, хочу вас и дальше просить, чтобы вы молились за окончание войны в Украине, за то, чтобы Бог подарил мир на этой территории, да и не только в Украине. Мы постоянно вспоминаем и Ближний Восток тоже. Мы просим за здоровье наших братьев и сестер, особенно тех, кто уже в возрасте, потому что годы берут свое. Конечно же, мы просим, чтобы вы молились за служение нашей Церкви. Разные программы, проекты, которые мы проводим, чтобы это было благословением как для нашей Церкви, так и для тех людей, для которых мы совершаем служение. Поэтому, пожалуйста, молитесь за все эти нужды. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 23, 3 и 4 стихи. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы были в числе тех, кто войдет этими воротами в Царствие Божье. Всего вам наилучшего, дорогие друзья. И до встречи на наших богослужениях тут, у нас в Церкви в эту субботу или же онлайн. Честь. Пять. Четыре. Хорошо. А поднимите руку, кто раньше вообще никогда не был на гемпинге. Есть ли? Всем доброе утро. Надеюсь, вы выспали из полной силы и энергии, потому что впереди нас ожидает целый благословенный день. Это будет очень интересно, насыщенно. Вот за кемп, сварка. Кто это будет? Братик или сестричка? Мам, смотри, про что мриют твои хлопцы. Это мама, я имею в виду Инна. Видишь, за что переживают, кого им не足ит. А ну, покажи, что делаешь. Ты сделал ракету? Покажи мне эту ракету. Это мой татар. Татар с тобой сделал, так? Правильно, потому что это кемпинг тата и дитина, да? Молодцы. Дивите, что тут они сделали. Ю-ху! Это нормально. Да. Что вы делаете, Андрюхе? Секрет фирма. Руфсию. Подписывайся, как сейчас закончится. Руфсия не будет. Окей. Получится, все будет хорошо. Ну, а скажи, что это? Догадайся, что это? Пайк? Что это может быть? Как это может выглядеть? Это на какую-то жука похожую. Нет. Классичный. Куууууу! Кват? Кват, да? Классик получился. Дуже классно. Бодя, ты хочешь сказать, что это твой идеал женщины, да? а ну показывай свое что это такое молоток так все и начиналось фильм терминатор и дивися какую круто хату зробили класс волосы самих стараний хлопцей в реке мы ездили в мостику Я вас рассчитаю, смотрите, первый и второй, первый и второй, второй номера сидит и идёт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok